Привет, дорогой друг! В этом видео разберемся с одной из основополагающих техник нейролингвистического программирования, которая называется изменение личностной истории. Но прежде чем мы перейдем к непосредственно изучению этой техники, у меня есть небольшая для тебя оговорка. Во время того, как я буду объяснять тебе эту технику, я буду рассказывать, как если бы ты работал как оператор, как коуч, как НЛП-специалист с другим человеком. А в конце видео я обязательно тебе расскажу, как ты сможешь, если очень постараешься, сделать ее самостоятельно. Все дело в том, что на самом деле считается, что эта техника достаточно сложна для самостоятельного выполнения. Но если ты хорошенько разберешься, посмотришь это видео не один, а несколько раз, запишешь к себе все пункты выполнения этой техники, овладеешь дополнительными инструментами, которые нужно знать для успешного выполнения этой техники, тогда у тебя обязательно получится. Поэтому досмотри это видео до конца, если хочешь попробовать сделать эту технику сам себе самостоятельно. Для начала, с какими запросами работает эта техника? Эта техника работает с разными запросами и очень хорошо работает с повторяющимся поведением, с всевозможными паттернами. Что я здесь имею в виду? Я имею в виду какие-то определенные состояния, либо какие-то определенные реакции, которые у тебя из раза в раз в жизни повторяются. Ну вот девушки, допустим, меня могут хорошо понять, что, допустим, отношения с мужчиной заканчиваются по одному и тому же сценарию. С помощью этой техники можно разобраться, как это все переделать, перепрошить, изменить и изменить свой паттерн поведения. То же самое, если у тебя, допустим, какое-то есть повторяющееся поведение, некий повторяющийся сценарий с работодателем, что ты каким-то определенным образом постоянно заканчиваешь свои рабочие отношения с работодателем. И если тебя это не устраивает, то с помощью этой техники ты сможешь уладить свою ситуацию, изменить стратегию своего поведения. Дальше, какие еще могут быть запросы? Эта техника хорошо зарекомендовала себя в работе с психосоматикой. Знаешь, такие болезни, которые у нас от головы. Очень хорошо работает. Я в процессе объяснения буду давать некоторые дополнения, как это применять в различных случаях. Ну и почему основополагающая? Потому что она дает очень хороший эффект. И это одна из немногих техник нейролингвистического программирования, которая позволяет работать с прошлым. Да, действительно, здесь мы будем работать с прошлым. Будем работать с прошлыми переживаниями для того, чтобы изменить свою историю, как и называется техника. И для того, чтобы улучшить свою жизнь и изменить свою неэффективную стратегию и двигаться дальше в дальнейшем, в будущее уже с некими другими шаблонами, более позитивными. Итак, для того, чтобы выполнить эту технику, тебе нужно будет обязательно разобраться и знать еще несколько понятий. Я здесь для тебя пометил. Нужно знать технику якорения и как это работает. В частности, нужно знать технику коллапс якорей. В процессе объяснения я объясню, почему это важно. Все дело в том, что техника изменения личностной истории, она достаточно громоздкая, она достаточно сложная и состоит из множества мелких техник и деталей, которые в определенном шаблоне, с определенной последовательностью дают очень хороший результат. Поэтому, если ты еще не знаешь, как работает якорение, если ты не умеешь ставить якоря, пожалуйста, разберись с этой техникой. Кстати, на моем канале есть несколько хороших подробных видео о том, как это делать. Ссылки на видео я прикреплю в комментарии. Дальше нужно знать, что такое ассоциация и диссоциация. Что такое ассоциированное представление и что такое диссоциированное. Ассоциированное, когда ты смотришь на ситуацию своими глазами. Диссоциированное, это когда ты смотришь на ситуацию со стороны. Видишь себя как в фильме, либо как на картинке. Это важно знать, потому что это является одним из шагов этой техники. Ну и конечно же, нужно уметь погружать твоего клиента в транс. Либо если ты делаешь сам эту технику, тебе нужно научиться погружать самого себя в транс. Я не хочу усложнять. Я уверен, что если ты посмотришь внимательно все, что я сегодня тебе расскажу, ты отлично разберешься со всеми этими нюансами. Итак, давай переходить к самой технике. Здесь у меня записаны шаги техники, но я их сейчас с целью экономии времени не буду перечислять. Я просто зарисую тебе небольшую схему, дам некоторые пояснения и потом ты поймешь для чего эти шаги. Кстати, эти шаги будут тоже прописаны в описании. Если они тебе необходимы, ты можешь в любой момент времени вернуться к этому видео, открыть описание, посмотреть или даже скопировать. И потом уже успешно применять ее на деле. И все-таки я пересмотрел видео и короткое описание в самом начале всей техники необходимо. Давай коротко пройдемся по шагам. Итак, первый шаг. Нужно определить проблему, определить запрос и определить состояние, связанное с этой проблемой. И когда тебе клиент описывает свою проблему, он начинает испытывать состояние, ты якоришь это состояние. Затем, удерживая якорь этого неприятного состояния, мы проводим некий такой поиск по линии времени, и человек начинает вспоминать, пользуясь этими ощущениями. На ощущениях человек лучше вспоминает аналогичные ситуации. И мы находим, двигаясь назад по линии времени, от трех до пяти, шести, может быть, семи ситуаций. И обязательно находим первую ситуацию. Дальше мы диссоциируем клиента, то есть просим его выйти в мета-позицию и просим его взглянуть на эту ситуацию со стороны. Это у нас четвертый шаг. Пятый шаг. Это поиск ресурсов. Мы обсуждаем с клиентом, какие ресурсы могли бы быть ему необходимы. В дальнейшем видео ты увидишь, как это происходит. Дальше. Якорим ресурс. Очень важно заикорить ресурсное состояние у клиента. И уже с ресурсным состоянием мы ассоциируемся с проблемным контекстом, седьмым шагом. И уже когда клиент ассоциирован в проблемном контексте, но у тебя есть ресурсный якорь, там внутри ты делаешь коллапс якорей. Когда коллапс якорей проделан, уже имея ресурсы, мы проходим вперед по всем проблемным ситуациям, которые мы выявили в процессе этого трансдеривационного поиска. Ну и дальше приходим в настоящее, понимаем, что человек испытывает некую завершенность, некую целостность в этом процессе и делаем подстройку к будущему. Для того, чтобы эффективно проделать эту технику, тебе нужно иметь понимание о линии времени. Линия времени это не та линия времени, которую мы корректируем, а линия времени это то, условно говоря, как мы представляем время в пространстве. То есть обычная шкала. Здесь у нас где-то будет прошлое, здесь у нас где-то будет будущее, и здесь у нас где-то будет настоящий момент. Обратим внимание, что настоящий момент я несколько сместил вправо к будущему, не потому что я там какой-то несимметричный, а потому что на самом деле нам больше будет интересно прошлое, а в будущем у нас будет буквально полтора шага. Итак, что нужно? Смотри, у тебя есть или у твоего клиента есть какой-то запрос, есть какой-то запрос, который вызывает какое-то состояние, есть какой-то запрос, который вызывает какие-то неприятные ощущения, какой-то может быть запрос. Ну допустим, давай разберемся с такой ситуацией, она вымышленная, но однако она основывается на моем опыте работы с клиентами. Допустим, если ко мне обратился человек и говорит, ты знаешь, когда я встречаюсь с человеком высокого роста, я начинаю чувствовать себя очень неуверенно, теряюсь, забываю слова и так далее, и так далее, и так далее. Вот такой вот необычный запрос. Я говорю, окей, давай разбираться, расскажи мне про эту ситуацию. И первый шаг техники, нам нужно определить запрос, нужно определиться, с чем человек хочет поработать. И вот здесь уже человек объяснил, что когда я вижу большого человека и начинаю с ним общаться, я начинаю испытывать какое-то неприятное ощущение, начинаю забывать слова и так далее, и так далее. И мы подразумеваем, что человек хочет это изменить. Тогда очень важно, когда человек описывает свое состояние, убедиться, что он вошел в это состояние, предупредив его заранее, поставить ему кинестетический якорь на это негативное состояние, на это неприятное состояние. Вот если бы ко мне пришел человек с таким запросом, а их было немало, поверь ты мне, но я сейчас моделирую просто ситуацию. Я бы увидел, что, возможно, он уже начал испытывать это состояние, где-то начал теряться в словах, начал бы говорить э-б-м-э, и когда я увидел бы то, что он уже начинает мне, по сути, рассказывая о своем состоянии, начинает это состояние испытывать, я бы, предупредив его заранее, когда будет проводиться техника, ему бы поставил якорь, кинестетический якорь, для того, чтобы запомнить это состояние. Когда я убедился бы, что я действительно заикорил у него это негативное состояние. Что делается вторым шагом? Вторым шагом мы ищем повторяющиеся события в его жизни. Конечно, я бы у него спросил, дорогой друг, ты, возможно, можешь вспомнить, когда с тобой подобное приключилось в первый раз. Он бы немножко начал думать, начал бы пролистывать историю своей жизни, начал бы просматривать, и, допустим, он бы сказал, что да, я помню, что это было со мной тогда-то, тогда-то. Я бы на своем черновике, на своей временной линии отметил, что вот он вспомнил какой-то случай. Назовем его случай-один. И он бы описал, что там происходило, какая происходила коммуникация, с кем это происходило, либо, может, это просто как-то происходило. То есть человек описал бы какой-то контекст, как это было с ним. И в технике изменения личностной истории мы применяем транс. Я бы начал поддерживать его беседу, вошел бы с ним в хороший рапорт, и удерживая якорь, то есть я бы опять активировал этот негативный якорь, погрузив человека предварительно в легкий транс. Это не обязательно такой транс, что человек там испытывает просто полную какую-то прострацию. Нет, это такой легкий, скажем так, повседневный транс, можно сказать, задумчивость. И удерживая этот якорь, что дает здесь якорь? Якорь здесь, мой дорогой друг, дает удержание этого состояния. И когда человек в трансе, и мы удерживаем якорь состоянием, у него автоматически всплывают картинки, всплывают какие-то воспоминания, которые сопутствовали аналогичное состояние. Для чего это делается? Это называется еще трансдеривационный поиск. Для чего это делается? Все дело в том, что человек, когда тебе указывает о своем воспоминании, он может ошибиться. То есть, он может припоминать, что с ним это случилось впервые тогда-то, тогда-то. Но на самом деле, его реакция могла сформироваться еще раньше. В таком случае, удерживая якорь, я бы его попросил еще попробовать вспомнить в более раннем возрасте, в более раннем времени, когда он испытывал, обрати внимание, когда он испытывал подобные ощущения. И, скорее всего, удерживая якорь, человеку бы вспомнилось что-то еще. А возможно, потом бы вспомнилось что-то еще, что было еще раньше. Назовем это 2 и 3. Условно говоря, названия будут такие. И вот человек вспомнил одну ситуацию, человек вспомнил вторую ситуацию, человек вспомнил третью ситуацию. И, как правило, в промежутке от 3 до 6-7 ситуаций, человек доходит до самой первой. Доходит до самой первой. Ну, давай для этого объяснения, пускай их будет 4. Пускай будет 4 этих ситуации. Как понять, что это была действительно первая ситуация? Обычно, когда мы удерживаем якорь на этом непозитивном состоянии, и человек находится в легком трансе, он просто уже больше не может вспомнить, когда он раньше что-то подобное испытывал. И когда мы нашли вот эту ситуацию, наша задача попросить, чтобы человек описал контекст. Кстати, контекст он описывает во всех случаях. И во второй ситуации, и в третьей, и в четвертой. Но, если четвертая ситуация была самой главной, когда все началось, нам и важна эта ситуация. Мы ее прям, вот видишь, обязательно обозначили особенным. Вот мы докопались с помощью якорения и с помощью транса легкого. Мы помогли человеку прогуляться по его линии времени и вспомнить, когда с ним приключилось подобное в первый раз. Кстати говоря, работая с психосоматикой, мы поступаем таким же образом. Если человек пришел с запросом, что у меня там периодически не могу понять, почему, но когда происходят какие-то события в жизни, у меня начинается ангина, например. Или там у человека при каких-то обстоятельствах начинается головная боль. Мы в этом случае, когда работаем с психосоматикой, делаем то же самое. Мы просим человека припомнить, когда у него первый раз подобное случилось. Человек припоминает какую-то ситуацию, мы ее якорим, и потом уже с этим якорем двигаемся и ищем, когда у него случилось нечто подобное впервые. Запомни это, это очень важно. То есть здесь механика работы и с психосоматикой, и механика работы с простым запросом, который мы сейчас разбираем, что человек теряется, забывает слова и так далее, она очень похожа. Только работая с психосоматикой, тебе не обязательно прям вызвать у него, допустим, головную боль, а именно, чтобы он вспомнил свои ощущения, и чтобы он вспомнил свое состояние, когда у него впервые это произошло. Надеюсь, я понятно объясняю и напиши в комментариях, понятно ли тебе то, о чем я сейчас рассказываю, касаемо психосоматики. Идем дальше. И вот мы нашли. Наш клиент находится с нами в рапорте. Когда мы нашли, мы можем уже отпустить якорь, и человек находится в этой ситуации ассоциированно. То есть он как будто находится здесь, в ней. В трансе этого на самом деле легко достичь. И он рассказывает, что там происходило. То есть по всем модальностям описывают, визуально, аудиально, кинестетически. Что он видит, что он слышит, что он чувствует. Это прям очень важно. И возможно еще внутренний диалог. Что он там сам себе говорит. Когда он описал ассоциированно эту всю ситуацию, мы его просим выйти в так называемую метапозицию. Что значит метапозиция? Когда мы его просим оставить эту ситуацию, смотри, здесь еще вот какая история. Можно делать изменение личностной истории в пространстве, тогда все, что я тебе нарисовал, ты просто делаешь в пространстве. Как это происходит? Мысленно чертишь на полу в помещении линию, и отмечаешь на ней точки. И просишь человека по ним передвигаться. Кстати, на мой взгляд, субъективный взгляд, работать в пространстве намного эффективнее. Особенно, если ты будешь это делать самостоятельно. Но как сделать самостоятельно, я тебе в конце еще дополнительно объясню. Не будем сейчас отвлекаться. Что важно сделать? Можно попросить человека, если ты работаешь, допустим, не в пространстве, а просто работаешь в обычном общении с ним. Мы просим его оставить ситуацию и выйти в так называемую метапозицию. Метапозиция, это значит, что человек диссоциируется. Человек диссоциируется от этого своего переживания. То есть, он как бы начинает смотреть на все то, что с ним происходило со стороны. Кстати, почему у нас безликий человек? Надо ему обязательно лицо написать. Здесь он грустный, а здесь уже такой нейтральный. Что дает диссоциация? Во-первых, диссоциация дает возможность посмотреть на ситуацию со стороны. И это зачастую бывает очень важно. Потому что, когда человек начинает диссоциироваться от проблемы и начинает смотреть на нее взглядом другого человека, то на самом деле ему начинает открываться большее видение вообще ситуации. Ну и, конечно же, очень важный фактор диссоциации. Я тебе напоминаю, что мы здесь человека вели к этому случаю, к этому событию, вот так, возвращаясь назад, на негативном якоре. То есть, в этом процессе человек чувствовал себя не очень кайфово. Я так выражусь. Так вот, когда мы попросили его увидеть эту ситуацию со стороны, у него как бы, и отпустили якорь, у него как бы уже случается некое облегчение. Он начинает видеть, и он уже не так сильно испытывает эти неприятные ощущения. Это прям очень важно. Это прям очень-очень важно. Теперь, когда человек находится в метапозиции, и он диссоциирован от своей ситуации, мы можем попросить его проанализировать эту ситуацию вот в каком ключе. Мы можем задать ему вопрос. Скажи, пожалуйста, каких ресурсов тебе не хватало в тот момент? Ну, допустим, если все-таки запрос. Я теряюсь там, когда вижу большого человека. Вот человек вспомнил там случай, который с ним случился год назад. Он там общался с каким-то большим человеком в одной ситуации, там на работе, условно говоря. Потом он общался, не знаю, с каким-то другом не очень приятным, который тоже большой. Потом он там еще что-то вспомнил. И вот начальная ситуация. Он вспоминает, что он, когда был подростком, к нему подошел какой-то большой человек и как-то жестко его покритиковал, к примеру. Я сейчас фантазирую, но опять же это все из опыта. И вот мы дошли до этой первой ситуации, и он вспомнил, он нам описывает. И когда он уже смотрит со стороны на эту ситуацию, он уже может диссоциированно понимать и представлять. А. Во-первых, откуда ноги растут. Откуда ноги растут, это, во-первых, очень важно. Б. Во-вторых, он может посмотреть на себя, глядя на себя более юного, в более младшем возрасте. И, соответственно, он может понять, насколько ситуация могла быть абсурдна. Но большинство людей, когда с ним случается что-то вот такое, уже в дальнейшем мы неприятный опыт, мы его как бы вытесняем. А вытесняем мы его куда? Мы его вытесняем в подсознание, либо в бессознательное. И вот эти бессознательные процессы потом начинают двигать нами и управлять уже нашими реакциями в процессе аналогичных ситуаций в жизни. И согласись, это не очень кайфово. И вот когда он смотрит, условно говоря, ему здесь было 18 лет, здесь ему было 25, здесь ему было 27, здесь ему было 28, а сейчас ему 30. Условно говоря. То, находясь в метапозиции, мы начинаем говорить о ресурсах. Мы вот уже нашли, обязательно нашли первый случай, потом мы вышли в метапозицию и пятым шагом мы начинаем поиск ресурсов. Поиск ресурсов. Сейчас поясню, что такое вообще ресурсы. Во-первых, психотравма у человека, как правило, и образовывается за счет того, что он не имеет ресурсов для того, чтобы преодолеть какое-то жизненное испытание. И здесь под ресурсами что понимается? Это какие-то внутренние качества, это какие-то убеждения, либо здесь еще в качестве ресурсов может быть некая метафора ресурса. Я сейчас поясню, что это значит. Как обычно это происходит в жизни? Вот твой человек, твой клиент, тот человек, которому ты помогаешь сделать эту технику. Он уже, глядя со стороны, начинает анализировать всю свою жизнь. Он смотрит на себя 18-летнего, он смотрит на себя 30-летнего, который находится в настоящем времени. И он уже, имея вот этот отрезок, он уже, имея вот этот отрезок жизни, он уже может дать какой-то анализ, какую-то оценку этой ситуации. И в этом рассуждении он может понять, чего ему там могло не хватать. Допустим, вот он смотрит на себя и на 30-летнего, и на 18-летнего, и он говорит, если бы я в тот момент времени был более уверенным, то, наверное, я бы совершенно по-другому прореагировал, и это бы у меня таким образом не запечатлилось. И мы говорим, так, окей, первый ресурс, кстати, рекомендую иметь черновик, если ты работаешь как коуч. Первый ресурс, уверенность. Хорошо, мы анализируем. Так, возможно, тебе бы нужны были еще какие-то ресурсы для того, чтобы та ситуация в жизни не оставила у тебя такого отпечатка. Подумай, чего не хватало тому 18-летнему парню, чтобы он вышел из этой ситуации без какого-либо неприятного ощущения. Он сидит, он думает, он рассуждает, ты ему помогаешь, ты его поддерживаешь, как можешь, поддерживаешь рапорт с ним, можно где-то легкий транс добавить. И он говорит, мне не хватало убеждения, что тот человек, который со мной общается, желает мне добра. Окей, мы берем второй ресурс, убеждение, что человек желает добра. Хорошо. Итак, мы продолжаем дальше рассуждать о ресурсах, которые могли бы ему помочь. Он рассуждает, рассуждает, и говорит, к примеру, что, ну вот, я думаю, что, если бы этот человек 18-летний, я напоминаю, что он сейчас разговаривает сам о себе, проще относился к жизни, то все было бы по-другому. Окей, это тоже имеет уровень убеждения, проще относиться к жизни. Проще относиться. Помечу это так. Ну и допустим, мы уже собрали необходимое количество ресурсов. И вот обсуждаешь это с клиентом, и ты увидишь, что в тот момент, когда он обсуждает ресурсы, он уже несколько воодушевляется, его состояние уже меняется. Потом, находясь, опять же, в мета-позиции, находясь диссоциированным от своей, условно говоря, временной линии, ты предлагаешь человеку поиграть вот в какую игру. Ты ему говоришь, ну давай представим ситуацию, когда ты был полностью уверен в себе на 100%. Причем эта ситуация может быть как в прошлом, как и в настоящем, так и даже в будущем. И вот человек начинает тебе что-то рассказывать, здесь тебе очень важно проявить все свои коммуникативные навыки, чтобы человек действительно тебе доверял, и чтобы он в твоем присутствии именно вспомнил, как он чувствовал уверенность в себе. И вот он тебе начинает что-то рассказывать, ты обязательно в этот момент калибруешь его, напоминаю, калибровать это наблюдать за человеком, и ты видишь, что у него расправляются плечи, что у него меняется энергия, что он начинает говорить более уверенно. И твоя задача поставить ему позитивный якорь уже в другое совершенно место. Ну, допустим, если ты ему ставил якорь возле предплечья, то ближе к кисти. Ты ставишь якорь на ресурс, ставишь якорь на ресурсное состояние. Дальше проверяешь, чтобы якорь получился, чтобы все заикарилось. Дальше начинаешь с ним работать по поводу второго ресурса. Он говорит, что у него должно быть убеждение, что этот человек желает ему добра. Окей, мы продолжаем общаться, и давай вспомним несколько человек, которые действительно тебе желают добра. И он начинает перечислять, он начинает рассказывать, что есть такие-то люди, которые желают ему добра, и ты опять же видишь, как этот якорь, и это убеждение его наполняет ресурсом, и ты усиливаешь якорь. То есть, ты можешь опять поставить и усилить якорь в то же самое место. То есть, как бы ты делаешь такую стопку якорей, в то же самое место, где ты якорил и уверенность в себе. Дальше, когда ты заметил, что это состояние заикорилось, то ты предлагаешь ему поговорить, что а были ли в жизни ситуации, о которых ты переживал, и действительно твое убеждение, что нужно проще относиться к жизни, тебя привело к позитивным результатам. И он начинает вспоминать эти случаи, и ты поддерживаешь его в этом, и ты видишь, что его состояние становится более ресурсным, ты добавляешь этот якорь, прям усиливаешь его. И вот, условно говоря, мы уже заикорили ему три ресурсных состояния, это очень важно. В этот момент ты, общаясь с клиентом, спрашиваешь его, а достаточно ли ему сейчас уже тех ресурсов, причем ты можешь удерживать якорь, чтобы он прямо ощущал вот эту и уверенность, и те ресурсы, которые дали ему новые убеждения. Достаточно ли ему тех ресурсов, чтобы он, будучи молодым парнем, мог пережить спокойно данную ситуацию. Если человек, если твой клиент говорит да, достаточно, то окей, на этом можно переходить к следующему шагу. Если человек говорит нет, недостаточно, то мы можем продолжить искать ресурсы. Кстати, я говорил, что ресурсом может быть некая метафора. Сейчас поясню, что это значит. Иногда мы начинаем стопориться, когда человек, твой клиент, не очень понимает, как взять ресурс из позитивных убеждений и как взять ресурс из какого-то прошлого опыта. Тогда мы можем перейти на метафорический уровень и представить, попросить человека, чтобы он представил в виде некой метафоры, допустим, ту же самую уверенность в себе, чтобы он представил в виде некой метафоры ту же силу. Я помню, у меня одна женщина представила топор, другая девушка представила икону. То есть, вот этот метафорический уровень, он на самом деле очень важен. И человек может в виде некой метафоры, хотя некая метафора, которую человек себе представляет, она тоже является таким внутренним визуальным якорем. Кто-то кулончик представляет, кто-то музыку какую-то включает у себя в голове. И мы, когда берем эту метафору, мы просим, чтобы человек мысленно взял из настоящего эту метафору, ну, условно говоря, там, не знаю, икону или топор, и мысленно переместил вот этому 18-летнему, вот этому человеку, который находится в прошлом. И таким образом, то есть мы как бы метафорически переносим из настоящего ресурсы уже в прошлое, в ту самую ситуацию, когда это случилось с ним в первый раз. Иногда такое тоже работает, и иногда такое тоже необходимо сделать. Итак, мы уже прошли шестой шаг якорения. Кстати, работая с метафорой, тоже, когда он представляет некую метафору, тебе тоже очень важно заикорить позитивное состояние, ресурсное состояние твоего клиента. И когда у тебя уже есть, условно говоря, два якоря, первый негативный, напоминаю, первый якорь, это тот, на котором вы двигались в обратную сторону, для того, чтобы найти ту самую первую ситуацию, когда это произошло. Второй, позитивный якорь, мы его извлекаем из ресурсов. И когда у тебя есть и позитивный, и негативный якорь, ты просишь человека вернуться в эту ситуацию, вернуться в эту ситуацию, когда все началось. На примере моего вымышленного клиента в данной технике, вот он вернулся в ту ситуацию, когда там кто-то к нему подошел, здоровый, большой, и что-то там его напугал. Для того, чтобы ему сюда вернуться и ассоциироваться, мы у него активируем негативный якорь. Ну, допустим, он был на предплечье, у тебя должны быть обе руки свободно. Активируем негативный якорь, просим его снова вернуться в эту ситуацию, и ты заметишь, как у твоего клиента изменится состояние, и дальше, когда он войдет в эту ситуацию, когда он ассоциируется, ты активируешь еще и позитивный якорь. Здесь уже комплексно вплетена техника коллапса якорей. И ты держишь. Если ты помнишь, что во время техники коллапса якорей происходит некое замешательство у человека, которое длится 3-4 минуты, а потом его как бы отпускает, его состояние нормализуется, он начинает чувствовать себя нехорошо и неплохо, он начинает чувствовать себя абсолютно нейтрально. Тебе нужно дать проработать техники коллапса якорей, и потом напоминаю, что когда мы делаем технику коллапса якорей, мы первым отпускаем негативный якорь, а потом спустя несколько секунд отпускаем позитивный. И вот когда он уже находясь там, ассоциировано в этой ситуации, вот прям здесь, прям здесь, он это прожил, когда у него заколлапсировались якоря, он начинает уже находиться ассоциированный в этой ситуации, и скорее всего он будет к ней относиться уже совершенно спокойно. И ты у него спрашиваешь, ну вот сейчас, когда мы проделали то, что мы проделали, ты знаешь, что у тебя есть множество ресурсов и уверенность, и новые убеждения, что этот человек желает тебе добра, и что проще всего ко всему относиться, ты ему задаешь вопрос, а как ты сейчас себя чувствуешь, и как ты сейчас относишься к этой ситуации. И тогда, если ты все сделал правильно, он тебе скажет, ну ты знаешь, я сейчас на нее смотрю, на эту ситуацию, и она у меня не вызывает вообще никаких эмоций, язык у меня не заикается, слова я не забываю, ну вот есть передо мной человек, было и было, обычный человек, когда все проделалось правильно, говорит так, если же что-то пошло не так, а пойти могло что, ты мог собрать недостаточно мощный позитивный якорь. Тогда мы возвращаемся в мета-позицию и начинаем искать еще ресурсов для того, чтобы заикарить. Но давай рассматривать позитивный случай, когда все получилось. Дальше, когда все получилось, мы опять выходим в мета-позицию, опять просим человека посмотреть со стороны на всю эту ситуацию и уже переходим в третью, да, было четвертое, а теперь третье, когда ему было 25 лет. Просим его туда войти, ассоциироваться с этой ситуацией, можно уже даже без якорей, и попросить его описать, а как ты сейчас относишься к этой ситуации. напоминаю, что у тебя где-то на черновичке должны быть помечены, что это за контекст и что это за случай. Я вот видишь, не помечал и уже немного подзабыл, о чем, какие здесь я примеры приводил, но суть не в этом. И он заходит, он сначала посмотрел со стороны, потом смотрит уже ассоциировано, и ты ему задаешь опять вопрос, обладая уже этими ресурсами, уверенностью и новыми убеждениями, или может, если вы добавляли какую-то метафору, я не знаю, икона, топор, что-то еще, как ты сейчас относишься к этой ситуации? Если все было сделано качественно и грамотно и хорошо, то человек скажет, ну ты знаешь, да, это было, но сейчас я отношусь к этому уже нормально. Либо человек может сказать, ты знаешь, вот какое-то все-таки неприятное ощущение есть, немножко начинаю волноваться. Что ты в этом случае делаешь? Тогда ты опять выходишь в метапозицию и опять начинаешь искать ресурсы, либо в виде убеждений, либо в виде какого-то состояния, либо в виде метафоры. Добавляешь соответственно ресурсы и якоришь их и снова заходишь в третью ситуацию и делаешь опять уже с позитивным якорем ему как бы коллапс, ему делаешь как бы коллапс якорей внутри и все проходит. И таким образом ты проходишь вот эти все ситуации, которые он обозначил до настоящего времени. И вот этот человек, который уже находится седьмой шаг, это было ассоциироваться с проблемным контекстом, я здесь помечу. Восьмым шагом мы движемся уже с ресурсами, уже как бы наоборот, мы уже движемся в будущее из прошлого, точнее в настоящее. Дальше, когда мы пришли в настоящее, наша задача здесь в настоящем моменте уточнить у нашего клиента, все ли хорошо с ним было, чувствует ли он сейчас какую-то завершенность, такая небольшая рефлексия, чтобы он немного порассуждал, чтобы твоя задача как НЛП-практика действительно убедиться, что он чувствует уже себя хорошо, вот прям очень хорошо. Это называется экологическая проверка. И дальше мы делаем подстройку к будущему, это десятый шаг. Чтобы сделать подстройку к будущему, тебе нужно предложить своему клиенту, чтобы он вообразил аналогичную ситуацию, с которыми вы работали, которая может случиться с ним в будущем. Он воображает, и если он говорит, что да, вот я сейчас вижу, я встречаю большого человека, и я в принципе уже с ним не волнуюсь, находясь с ним рядом, и я уже с ним чувствую себя спокойно, и я слова не забываю. тогда можешь благодарить клиента, можешь благодарить себя, техника выполнена успешно. Если вдруг на подстройке к будущему появляется какое-то не очень позитивное состояние, то твоя задача опять вывести клиента в мета-позицию, опять вывести клиента, чтобы он посмотрел на ситуацию со стороны, опять найти какие-то ресурсы и добавить ему, заикарить это состояние у него, и потом снова вернуть в это состояние. Таким образом будет проделана техника успешно. Сразу предупреждаю, дорогой друг, эта техника она, кроме того, что она достаточно мощная, она еще достаточно громоздкая. Ну, вот честно тебе скажу, у меня еще ни разу не получалось сделать ее меньше, чем за час. Поэтому рассчитывай, если это будет такая работа у тебя, то рассчитывай минимум час-полтора, потому что здесь очень много уходит времени на поиск этих ситуаций, и здесь очень много, и здесь нельзя торопиться. Вот эту технику, во-первых, ее нельзя спешить делать, ее нельзя прерывать, ее нужно проделать вот все 10 шагов от начала и до конца. Это прям очень нужно и очень важно. Вот прямо обязательно. Потому что недоделанная работа, это очень плохо. То есть у человека вроде как что-то вскрыто, знаешь, как, не знаю, стоматолог же не отпускает, там, не знаю, с открытыми каналами зубными, он их временно пломбирует. Поэтому, а здесь такого сделать вообще нельзя. Здесь обязательно нужно довести до конца. Поэтому если ты понимаешь, что у тебя немного времени, лучше не начинать, а лучше еще и закладывать 2 часа времени на такую работу. Очень мощно помогает работать с психосоматикой и очень мощно помогает работать со всеми травмирующими воспоминаниями. Теперь обещал объяснить, как сделать самостоятельно. Самостоятельно естественно у тебя не будет человека, который контролирует твое состояние и естественно у тебя не будет много чего другого. Потому что здесь нужно как бы развить определенный уровень осознанности. Но что тебе поможет? Первое и самое главное для того, чтобы сделать самостоятельно сделай это в пространстве. Прям чтобы тебе никто не мешал и чтобы у тебя было свободного места, ну вот целая комната. Мысленно проводишь линию на полу, делаешь какие-то отметки. Обычно для этого годятся какие-то предметы типа маркера, либо книжки, либо просто стикеры. Где ты отмечаешь вот настоящее время, где-то отмечаешь у тебя должно быть наготове еще несколько стикеров, либо каких-то других предметов, которые на этой линии будут являться вот этими ситуациями. Дальше, что нужно еще сделать? Нужно иметь либо блокнот, либо флипчарт. Лучше блокнот. Блокнот, который ты можешь держать в руках и параллельно в него что-то помечать. Прямо записывай все эти шаги и когда ты будешь искать эту ситуацию, твой блокнот, он тебе очень сильно поможет. То есть, как это можно сделать? У тебя есть запрос, у тебя есть какое-то состояние, у тебя есть какая-то ситуация, ты думаешь о ней, стал в точку настоящей, ты подумал о ней, испытал неприятное ощущение, от которого ты хочешь избавиться или подумал о проблеме, которую ты бы хотел решить, которая у тебя часто повторяется. Опять же, здесь работа через состояние, тебе нужно поставить якорь. Якорь либо сам себе ставишь на ногу куда-то, либо на вторую руку, лучше на ногу поставить. Запомнил состояние с помощью якоря, можешь отложить блокнот, но чтобы он был рядышком с тобой. В состоянии легкого транса погружаешь себя, погружаешь, удерживаешь в этот момент якорь и начинаешь двигаться медленно спиной в прошлое, медленно спиной в прошлое двигаться и вспоминать какие-то случаи, где у тебя уже повторялась подобная ситуация. И точно так же 3, 5, 6, 7 ситуаций и самое главное найти самую первую. Тебе может показаться, что ты с первого раза просто удерживая якорь, нашел первую ситуацию. Говорю тебе из опыта, как правило, это не так. Хотя бы 2-3 ситуации тебе нужно вспомнить, которые повторялись, тогда ты будешь более уверен в том, что ты нашел самую первую ситуацию. дальше механика та же самая. Только когда ты работаешь в пространстве, просто запомни вот эту схему и как бы эта схема у тебя расположена на полу. Но ты это все конспектируй обязательно. Конспектируй, что было в первой ситуации, что было во второй, что в третьей, в четвертой, пятой и так далее. До тех пор, пока не найдешь самую первую, удерживая негативный якорь. Дальше, когда нашел самую первую и дальше уже не вспоминается, в прошлое больше не уходится, ты сходишь со своей мысленной линией времени, но каждую эту точку отмечай стикером на полу. Когда ты сходишь в мета позицию, так же отметь ее неким стикером. Прямо на полу. И когда ты уже будешь видеть перед собой расстеленные твои ситуации негативные, не самые приятные, ты обращаясь к каждой ситуации, изначально мы начинаем работать с самой первой, начинаешь как бы диссоциировано смотреть на нее и соответственно ты проделываешь все, проделываешь все, что мы с тобой проделали, когда я объяснял на примере с другим человеком. То есть здесь механика та же самая, только здесь для тебя в качестве коуча будет выступать твой блокнот. Вот прям обязательно работай с блокнотом. Дальше все то же самое. Ищешь ресурсы и коришь себе позитивное состояние, входишь в изначальную ситуацию, где это все дело у тебя произошло, делаешь коллапс и корей, проверяешь достаточно ли ресурсов, если недостаточно идешь дальше искать ресурсы, если достаточно, то идешь уже с этими ресурсами, с этим состоянием в будущее. Для начала в настоящее, а потом уже делаешь экологическую проверку в будущем. Кстати, есть еще такая техника, которая называется реимпринтинг. она очень, очень похожа по своей механике на технику изменения личностной истории, но там есть определенные отличия. Если ты напишешь в комментариях, что тебе нужна техника реимпринтинг, я сниму аналогичное обучающее видео для тебя. Там нюанс в том, что мы работаем с очень ранним запечатлением, которое случилось с тобой в детстве, и там обязательно присутствуют другие люди. Но это так, для затравочки, немного вперед. Забегая, дал тебе пищу для размышления, напиши, как тебе удалось сделать эту технику самостоятельно, если ты ее хочешь сделать применимо к себе. И если ты коуч, психолог, либо консультант, либо психотерапевт, напиши о своих результатах и о результатах своего клиента благодаря технике изменения личностной истории. Мне это будет очень важно и полезно. Кстати, если ты являешься коучем и профессионалом, человеком, помогающий специальности, возможно, психологом или психотерапевтом, поделись этим видео со своими коллегами. Я думаю, что оно было достаточно подробным для того, чтобы разобраться в этой технике и выполнить ее мастерски. На этом у меня сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока.